Продолжение следует... Дело в том, что сегодня объединенные штабы с участием британского премьера и американского президента приняли решение открыть второй фронт в Северной Франции в мае 1944 года. Продолжение следует... В свою очередь хочу заявить господам Рузвелту и Черчиллю, что к началу десантных операций во Франции русские подготовят сильный удар по немцам. За победу! За победу! Пожалуйста, господин посол, это протоколы Тегеранской конференции. Премьер-министр Его Величества устно просил передать, что эта информация вам может понадобиться в связи с переговорами о вступлении Турции в войну. Президент Инаню уже склоняется к этому. Премьер-министр просил передать вам, чтобы вы не очень торопили президента Инаню. Если я правильно понял, премьер-министра, миллионная турецкая армия еще может нам понадобиться, когда русские будут приближаться к Балканам. Поужинаем вместе. Элиас, я вернусь через два часа. 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 Откуда у вас эти документы? Каммердинер английского посла в Анкаре, наш агент. Это агент фон Паппена. Я не верю фон Паппену. Мой фюрер, в материалах Тегеранской конференции указаны сроки высадки англо-американских войск в Северной Франции. Это открытие Второго фронта. Вы плохо знаете Черчилля. Старый мастер дезинформации. Эти документы вам специально подбросили. Мой фюрер, у меня иные сведения. Гиммлер, ваша доверчивость мне дорого обошлась. Мы чуть не потеряли Италию. Вы проглядели заговор против Дуччо. Я не верю этим фальшивым документам. Черчилль никогда не решится высадиться в Нормандии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Генеральным сражением Второй мировой войны явилась Великая битва под Курском. Здесь, летом 1943 года, были разбиты танковые полчища фашистской Германии. Отсюда началось отступление немецкой армии. Армии, проводившей Европу. Наши войска развернули широкое наступление на правобережную Украине и двигались к государственной границе СССР. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ КОНЕЦ А как по-польски масло? КОНЕЦ А как по-польски масло? Мясо, товарищ генерал. А мясо? Мясо. А хлеб? Хлеб, товарищ генерал. Вот видишь, какой близкий язык, даже и учить не надо. Ну, а как по-польски жизнь? Жидче. Жидче. Все-таки отличается. Ну, в общем, одно и то же. Разворачивайся, немцы! Отстреливаться! 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 Николай Федорович. Ни вовремя не пришлось самому начать. Кто будет командовать фронтом? Я принял командование, Николай Федорович. Счастливо тебе. Выздоравливай скорее. Мы еще с тобой встретимся в Польше. Витча. Что? Он все время повторяет это слово, товарищ маршал. Витча. По-польски жизнь. 4 марта 1944 года перешли в наступление войска 1-го украинского фронта под командованием маршала Жукова. 2-го украинского фронта под командованием маршала Конева и 3-го украинского фронта под командованием генерала армии Малиновского. В ходе зимней кампании 43-44 годов Красная армия выиграла битву за Днепр и правобережную Украину, сокрушила мощное оборонительное укрепление под Ленинградом и в Крыму, преодолела немецкую оборону на водных рубежах Южный Буг, Днестр, Прут и продолжает наступление в тяжелых условиях весенней распутицы. Но, в общем, выгодное для нас оперативно-стратегическое положение остается весьма напряженным. Сопротивление немцев все более нарастает. Наши войска устали и нуждаются в серьезном пополнении людьми и техникой. Настало время перейти к обороне. Мы собрались, товарищ Жуков, для того, чтобы говорить о наступлении, а не об обороне. Я говорю об обороне, как о вынужденной мере, товарищ Сталин. Это, естественно, позволит нам лучше подготовиться к наступлению. Мы это понимаем, товарищ Жуков. Но сегодня мы должны определить направление главного удара летной кампании. Послушаем, что скажут командующие фронта. Начнем с севера. Мы предлагаем нанести удар в Прибалтике и отсечь группу армии Север от территории Германии. Для этого 1-й Прибалтийский фронт должен наступать вдоль Западной Двины в направлении Полоцк-Двинск и выйти к Риге. Что по этому поводу скажет Генштаб? Генштаб считает, что в Прибалтике нельзя достигнуть внезапности при подготовке крупного наступления. Кроме того, противник на этом участке фронта обладает преимуществами маневра по внутренним операционным линиям, хорошо развитой железнодорожной сетью и шоссе. В то же время для наших танков местность неблагоприятная. Много болот и озер. Серьезное соображение. Для действия танковых армий на направлении главного удара нужен широкий простор. Но так думают и немцы, товарищ Сталин. Что вы имеете в виду? Я имею в виду военную немецкую доктрину. Танковые войска целесообразнее применять в равнинной местности. Этого, конечно, не ждут и от нас, товарищ Сталин. А что вы предлагаете? Я предлагаю нанести главный удар там, где нас не ждут. В болотистых и лесистых местах Белоруссии. Еще Суворов говорил. Там, где олень не прошел, там русский солдат пройдет. Это вам не чертов мост. Это современная война. А современная война это внезапность, товарищ Сталин. К тому же удар в Белоруссии поддерживает генеральный штаб. Поезжайте в Белоруссию. Изучите обстановку на месте. Товарищ Щуко. Слушаюсь. Давай! Давай вперед! Давай! Соедините меня с командиром полка. Быстро! Товарищ капитан, ваши раненые за дорогой. Товарищ капитан! Ну что, командир полкового аппарата. Высоту взять не могу. Еще одна такая атака, и я останусь без людей. Приказ знаю. Что? Что он сказал? Вот не могу повторить три женщина. Товарищ капитан, ваши раненые за дорогой. Вы что, не слышите меня? Товарищ капитан, дайте мне двух солдат, и я раненых вынесу. Ты что, Зоя, красиво умереть хочешь? Каких солдат? У меня каждый человек на счету. Товарищ капитан. Ночью, ночью, ночью вынесли. Товарищ капитан, я требую, чтобы раненых вынесли немедленно. Уйди, чесан инструктор! Товарищ капитан! Что там? Смотрите. Смотрите. С ума сошла девка. Братцы, не как Зоя! Ах, черт, девка, ее же в плен возьмут! Смотрите. Отсекай немцев! Товарищ капитан, ее же заденет! А ну! Смотрите. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атаковать бы их, товарищ капитан! Пропадет ведь сестра! Командиры, рот, ко мне! Ну, братцы, семи смертям не бывать! Приготовились к атаке! Повестась! Ну, пошли, ребята! Ну, жалей! Коммунисты! За мной! Дорог! Дорог! Да-а-а! Банадут! Завод! Бират! КОНЕЦ КОНЕЦ Товарищ маршал, провожу разведку боем на парическом направлении. 2-й батальон 36-го полка занял высоту 217. Дальнейшее продвижение приостановлено сильным огнем противника. В батальоне большие потери. Наступление прекратить. Слушаюсь. Передайте прекратить наступление. Полованыч, скажите вот что. Можно наступать на парич? Как вы оцениваете это направление? Конечно, это направление заманчиво. Участок местности сухой не имеет водных преград. Но и противник не дурак. Оседлал господствующие высоты, создал сильную и глубоко эшелонированную оборону. Наступать на парича значит нести тяжелые потери. Да, правильные соображения. Наступление на парича не будет неожиданным. Именно там нас и ждут. А как у вас обстоят дела на левом фланге? Тут местность исключительно трудная для маневра. Множество мелких рек с широкими поймами и топкие болота. Когда вы были там в последний раз? Сегодня ночью. А туда можно проехать? Не рекомендую. Местность открытая. Обстреливаться артиллерией лучше ночью. Едем сейчас. Павел Иванович, какие здесь позиции у немцев? Здесь нет сплошного фронта обороны, товарищ маршал. Оборона построена по принципу отдельных опорных пунктов на сухих возвышенных местах. Понятно. Чем закусываете? Вторым фронтом, товарищ генерал. Чем-чем? Да вот тушенка американская. Мы ее тут промеж себя вторым фронтом прозвали. Скоро ли они его откроют, товарищ генерал? А сами не справитесь? Сами-то справимся. Только у нас в деревне говорят, кто последний в драку влезает, тот потом больше всех и привирает. Что это у вас? А, это макроступы, товарищ генерал. Что это за макроступы? А, излыки. Ноги в трясине не вязнут. Лихо придуманным. Ну, если по болоту могут пройти люди, то как-нибудь найдем способ провести технику. Чем, черт не шутит? Танки тоже имеешь в виду? Попробуем. Но зато каков сюрприз будет немцам. Вот тут и надо, Георгий Константинович. А? И данные разведки подтвердили наше предположение. Во-первых, противник исключает возможность нашего наступления на этом направлении. Поэтому имеет здесь не такую сильную оборону, как на других участках. Во-вторых, болото проходило. Все-таки вы, Жуковым, тянете нас в болото, товарищ Рогосовский. Это нелегкий путь, товарищ Сталин. Но обещающий успех. Мы все продумали, товарищ Сталин. Не похоже, что все продумали. Выйдите в соседную комнату. Продумайте еще раз ваше предложение, товарищ Рогосовский. Продумайте. 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 Послушаем товарища Василевского. Как вы знаете, под руководством товарища Василевского была проведена успешная операция по освобождению Крыма. После этого товарищ Василевский вместе с Жуковым разрабатывали план всей летной кампании. При разработке плана летней кампании, товарищ Сталин, мы прежде всего учитывали соображения присутствующих здесь командующих фронтами. Летняя кампания 1944 года представляет собой систему крупнейших операций на огромном пространстве от Прибалтики до Карпат. План летней кампании вырисовывается в такой последовательности. Первый удар в начале июня наносит Ленинградский, а затем Карельский фронт в направлении на Выборг. Эти операции должны привести к разгрому и выходу из войны Финляндии. Желаю вам удачи, товарищ Мерецкого. Спасибо, товарищ Сталин. Далее генеральный штаб предлагает нанести главный удар в Белоруссии. Это направление, товарищ Сталин, имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, через Белоруссию самый короткий путь к Берлину. Во-вторых, здесь нам будут помогать белорусские партизаны. Как вы знаете, товарищ Сталин, в Белоруссии действует 270 тысяч партизан. И, в-третьих, после освобождения Белоруссии, когда наши войска пойдут по польской земле, их будет встречать дружественный польский народ, который вот уже пять лет борется с фашистскими оккупантами. Все это убеждает в правильности нашего выбора. На направлении главного удара будут действовать Третий Белорусский фронт генерала Черняховского и Первый Белорусский генерала Рокоссовского. Предлагаю назвать белорусскую операцию по гратьям. В честь нашего соопечественника, полководца, прославившего русское оружие в 1812 году. Продолжайте, товарищ Васильевский. После начала операции «Багратион», когда немецкое командование поймет, что именно здесь, в Белоруссии, происходят решающие события и двинет сюда свои резервы с юга, нанесет свой удар Первый Украинский фронт маршала Конева на Львовском направлении. И, наконец, когда в результате всех этих мощных ударов враг понесет поражение, можно развернуть наступление на Балканах. В Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии. Хочет ли что-нибудь добавить, товарищ Жуков? До войны, товарищ Сталин, я долго служил в Белорусском военном округе и очень хорошо знаю театр военных действий. В этой болотисто-лесистой местности нельзя использовать большие массы танков. Поэтому я предлагаю вводить в прорыв только танковые корпуса и не трогать четыре танковых армии. Первую, вторую, третью, четвертую, дислоцированные за правым флангом Первого Украинского фронта. Этим, во-первых, мы введем в заблуждение противника. Зная о местонахождении этих армий, он будет ждать главный удар не в Белоруссии, а на Украине. Во-вторых, это нам будет могучим резервом на втором этапе наступления. И, в-третьих, мы надежно обеспечим левый фланг наступающих армии генерала Рокоссовского. Согласен. А теперь позовите Рокоссовского. Где же все-таки будете наносить главный удар, товарищ Рокоссовский? Через болото? Да, товарищ Сталин. Направление главного удара правым флангом на Бобруйск. Я уверен в правильности этого решения, товарищ Сталин. Настойчивость командующим фронтом доказывает, что организация наступления хорошо продумана. Давайте вашу карту, товарищ Рокоссовский. КОНЕЦ КОНЕЦ Я счастлив, что дожил до этого дня. Если бы даже больше ничего не сделал, то только для этого стоило жить. Конечно, о Втором фронте еще будет много дискуссий, но единственное, что имеет значение, это то, что Второй фронт открыт. Ты имеешь в виду дискуссии с Черчиллем? Почему он так настаивал на вторжение через Балканы? Видишь ли, Селлионора, он прежде всего хотел врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить русских в Австрию и Румынию, и даже, если возможно, в Венгрию? Это понимал Сталин, понимал я, да и все остальные. Может быть, он был прав, и нам надо было нанести удар на Балканах? Нет, Элеонора. Избранный нами путь это краткий путь к победе. Вот и все. Черчилль слишком много думает о том, что будет после войны, и в каком положении окажется тогда Англия. Я не вижу оснований рисковать жизнью американских солдат ради защиты интересов Англии на европейском континенте. Кстати, прочитайте еще раз сегодняшнюю телеграмму господина Сталина. Я не совсем ее понял. Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. на одном из участков фронта. Какая азиатская хитрость. Он никому не верит, даже своим союзникам. Что это? Телеграмма Сталина Черчиллю. Это радиоперехват, расшифрованный секретным кодом, который передал нам наш агент из Турции. Его информация о втором фронте оказалась достоверной. Помню. Сталин пишет Черчиллю, что летнее наступление русских начнется на одном из участков фронта. На каком? Кейтер, что вы по этому поводу думаете? Мой фюрер, по-видимому, речь идет о Северной Украине. Этой точке зрения придерживается генерал Модель. Да, мой фюрер, я уверен, что русские направят свой главный удар против группы армии Северная Украина. Отсюда они попытаются прорваться к Польше или повернуть на Балканы. Вы с этим согласны, фельдмаршал Клюга? Я не исключаю возможность наступления русских и через Прибалтику, мой фюрер. Но перед моим фронтом сосредоточены четыре русские танковые армии. Это три тысячи танков. Нет сомнения, что они будут наступать здесь. Это реально, мой фюрер. Русское наступление надо прежде всего ждать на Северной Украине. на Северной Украине. Где Козлов? Идет берегом. Пароли. Пароли. Можно, Василий Иванович? Впереди уже наши. Входи, Василий Иванович. Как добрался? Без существенных событий, Патеревон Кондратьевич. Ну, начнем, товарищ. Здесь присутствуют секретари подпольных обкомов Белоруссии и командиры крупнейших соединений белорусских партизан. Мы понимаем, что собрать у вас было не так-то просто. Да и вам добираться сюда из вражеских тылов не так-то легко. Но мы пошли на это. Приближается, друзья, долгожданный день. Красная Армия будет наступать в Белоруссии. 20 июня, за два дня до начала операции «Багратион», партизаны Белоруссии атаковали железнодорожные коммуникации врага на всем протяжении от линии фронта до государственной границы. «Багратион» 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 АВИАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТИЯ Третья воздушная армия, готовность номер один. Артиллерия и фронт в готовности, товарищ маршал. Пятая танковая армия заняла свои исходные позиции. Соедините меня с Баграмяном. Слушаюсь. Первый прибалтийский фронт готов, товарищ маршал. Операция Багратион начинается. Действуйте, Иван Христофорович. Тишина, прямо-таки нарушать жалко. И все-таки мы ее нарушим. Добрый час. Начали, товарищи генералы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, полковник Голубов прибыл по вашему приказанию. Заходи, Анатолий Емельянович. Вызовите ко мне командира полка Нормандия. Слушаюсь. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан. От меня вам, Танечка. Вот ромашка. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан, командира Нормандии к генералу. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан, тюрпан. Тюрпан. Ничего нет? Нет, уже три дня. Собери его постель. Собери его постель. Лучше это сделать самому, чем тебя побреют мессершмитты. Лучше это сделать самому, чем тебя побреют мессершмитты. Не дурна. Надеюсь, после войны познакомиться, господин подполковник. Вы мне нужны, Жак. Продолжение следует. Продолжение следует. Мои летчики спрашивают меня все время, мы ведь не на праздник же сюда приехали. Ну скажи ему, пусть не беспокоится. Драки хватит на всех, даже с избытком. Так вот, какая задача, товарищ Пуят, ваш полк совместно с полком Голубова блокирует с воздуха Витебск. Пройдемте-ка. Почему? Очаровательной блондинке очень пошло бы курить. Я не раз замечал, как мило и загадочно курят блондинки. Они держат сигарету большим и указательным пальцем. Неужели непонятно, что девушка не курит? Дошло, нет? Я не хотел обидеть прелестную мадемуазель. Советский летчик очень ошибается, если хочет играть роль отелло. Ты вот что, Нормандия, ты про это отелло брось. Не театр тут, а война. Товарищ старший лейтенант, зачем вы ссоритесь? Ведь он очень славный. Театр, отелло? Нет, извините, я вас прошу. Я не хотел вас обидеть. Меня зовут Жак, а вас? Иван, Саша, Паша. Не Саша, Паша, а старший лейтенант Зайцев. Лейтенант Жорж Дюфо. Антон, полетишь с Нормандией. Будешь держать связь со мной. Слушаюсь. На счастье. Лейтенант Жорж Дюфо. Лейтенант Жорж Дюфо. Лейтенант Жорж Дюфо. Лейтенант Жорж Дюфо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Скорей! Скорей! Ну! Спасибо! Отпилу! Давай. Вот так. В течение стихших суток операция «Багратион» продолжала успешно развиваться. Баграмян прорвал немецкий фронт, форсировал западную двину и окружил Витебск. Черняховский своим правым флангом стремительно движется к Березине направлении Борисов. Второй белорусский Захарова тоже успешно прорвал оборону и идет на Могилев. Славно поработали белорусские партизаны. В эту ночь они молниеносными операциями парализовали все железные дороги в тылу противника. Ну, теперь твоя очередь. Направление главного удара. По всем данным, немцы по-прежнему не ожидают здесь нашего удара. У меня все готово. Осталось только проложить гати. Почему медлишь? Решили забивать сваи во время артиллерийской подготовки, чтобы немцы не услышали и по звуку не засекли и не накрыли. А успеешь? Должны. Ну что ж, как говорил Бонапарт, артиллерия вперед. Оставайся, перейдем. 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 Пускайте корпус по новому. Пури. 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 Сто метров! И отставать! Сто метров! 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 Сто метров!